Большие лепеги, детский сад и школа здесь в одном здании. В его капремонте тоже принимал участие фонд поколения депутата Госдума Андрея Скоча. И вот местные власти вновь обратились за помощью. Теперь нужно было оборудовать игровую зону для дошколят. Всё очень здорово, прям долго ждали эту площадку, потому что раньше была старенькая. А сейчас спасибо большое, сделали новую, красивую, главное, безопасную площадку. Поэтому спасибо большое. В детском саду 18 воспитанников. Теперь уроки физкультуры, а также свободные игры будут проходить у них на новой площадке. Большое, 90 квадратных метров, уютной и безопасной. Ещё один подобный объект открыли в селе Долгом и тоже на территории детсада. Тут педагоги попросили организовать мини-футбольное поле. Ворота и мягкое покрытие малыши тут же испытали. Это уже третья площадка, открытая фондом поколения в Веделевском районе в этом году. Забегая вперёд, отметим, что строятся ещё две. Главная деталь – большое внимание к качеству объектов. Мы прекрасно понимаем, что сегодня нужно создать условия для того, чтобы дети имели возможность заниматься на открытом воздухе. И, соответственно, все элементы, они проходят сертификацию. Это всегда абсолютно выверенные проекты. Это проекты, которые подвергаются определённой сертификации, стандартизации. Всего за пять лет работы фонда на территории региона было открыто более 70 подобных игровых и спортивных объектов. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория.